Александр Михайлович, дорогие коллеги, все мы ежедневно пользуемся инфузионной терапией, не только, разумеется, в операционной, но лимит времени заставил меня ограничить сегодняшнее изложение переоперационным периодом. И вопрос стоит о том, как избежать наиболее частых ошибок при назначении переоперационной инфузионной терапии. Ошибки встречаются в нашей работе и в том числе есть типичные ошибки в переоперационной инфузионной терапии, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Мы рассмотрим два аспекта. Сколько переливать и что переливать. Давайте начнем с объемов. Понятно, что объемы могут быть самые разные, и жизнь показывает, что анестезиологи используют в зависимости от обстоятельств и вне зависимости от обстоятельств, разные объемы инфузии. Я бы начал свое изложение с цитаты из официального отчета Международной группы оптимизации инфузий, которая была опубликована пять лет тому назад в журнале «Переоперационная медицина». Цитата очень многозначительная. Если говорить о переоперационной инфузионной терапии, неизбежно приходится констатировать существование трех истин. Гипергидротация – зло. Недостаточная гидротация – зло. А наше представление о жидкостном статусе пациентов может оказаться весьма неточным. Да, действительно, с инфузионной терапией не так просто, как некоторым иногда кажется. И тем не менее, работать надо и лечить наших больных надо, и стараться надо делать это правильно. На самом деле, о рисках и вреде тяжелой гиповолимеи достаточно хорошо известно, и мы поэтому не будем на этом останавливаться подробно. А вот избыточные инфузии, их не просто вред, а смертельная опасность была показана в замечательном исследовании Лоуэлла 30 лет тому назад. Было показано, как влияют избыточные инфузии количественно на послеоперационные осложнения и смертность оперированных пациентов. И вот, казалось бы, надо обратить на это внимание, исследование достаточно давнее и вставшее классическим. На самом деле, механизмы этого явления загадки особой нет. Гипергидратация приводит к тяжелым осложнениям в виде отеков внутренних органов, отека мозга, нарушения лимфатического дренажа, нарушения микроциркуляции. В итоге это все приводит к полиорганной недостаточности. И пациент буквально тонет в той жидкости, которая избыточная перелита его неосторожным и невдумчивым доктором. И вот, как развивались события. Спустя 18 лет после публикации Ловела, которую я только что приводил, группа немецких специалистов провели очень хорошее, интересное и большое исследование, в котором было показано наглядно, что анестезиологи не проявляют осторожности в применении массивных переоперационных инфузий и зачастую переливают 5-6 литров жидкости за большую операцию. Тем самым нарастает вес пациента за счет гипергидратации с теми последствиями, о которых мы говорили. Почему это происходит? По разным причинам. К сожалению, для многих еще коллег инфузионная терапия – это некое фоновое действие, в которое можно особенно глубоко не вникать, и поэтому вот так легкомысленно поступают. Тем более, если это не контролируется в лечебном учреждении, особенно никем. Другая категория практикует устаревшие ложные представления. Например, о том, что голодание перед операцией приводит к гиповолемии, о том, что существует некое третье пространство, куда перемещаются большие, возможно, объемы жидкости, а доказывано, что третьего пространства не существует. Есть представление о том, что не опасно переливать много жидкости, потому что ее избыток выведут почки. Эти все представления ложные, и современные представления вовсе иные. Они говорят о том, что перегрузка растворами и ятрогенное нарушение сосудистой проницаемости способны перевести к перемещению жидкости и белка в интерстиции с образованием естественного отечного синдрома. Ограничение жидкости должно строго соответствовать реальным потерям, и адекватное замещение способствует уменьшению отечного синдрома и выздоровлению. В этой связи хочу особо обратить внимание коллег на то, что когда мы работаем с вами в операционной, то мы должны учитывать, что все препараты для общей анестезии, кроме кетамина, вазодилататоры. А есть ли мы еще используем нейроаксиальные блокады? А есть ли еще у нас пациенты, у которых сепсис? Это все мощная вазодилатация. И гиповолемия, когда мы с вами о ней говорим, да, мы встречаемся время от времени с абсолютной гиповолемией, классический ее пример – это острая кровопотеря. Но это все-таки происходит от случая к случаю. И достаточно понятно. А вот относительная гиповолемия, которая вследствие вазодилатации образует избыточную емкость сосудистого русла, где нормальный объем циркулирующей крови недостаточен для того, чтобы его заполнить, требует логических выводов. А выводы такие. Раз так, то нужна вазопрессорная поддержка, разумеется, адекватная, умеренная. При этом вазопрессорная поддержка не только стабилизирует гемодинамику, но и позволяет избегать гиперинфузий. К сожалению, опыт показывает, что многие не идут по этому пути. Отсюда и берется основная масса гиперинфузий. Вот для меня остается загадкой, почему недооценивается этот фактор. По существу это ведь непонимание сути происходящего. О выборе стратегии инфузии. Ну, и как известно, есть две стратегии у тех, кто продумывает, разумеется, инфузионную терапию. Либеральная стратегия и рестриктивная, ограничительная. В 2003 году группа исследователей во главе с Бергиттой Брэндстру опубликовала работу, где было показано, что рестриктивный, то есть ограничительный режим переоперационных инфузий, ставящий целью не изменить вес пациента, снижает частоту осложнений. Работа была выполнена в колоректальной хирургии, но потом появилась масса исследований, и где было показано, что, в общем-то, это универсальная схема. Ограничение инфузий улучшает послеоперационное течение пациента. В количественной оценке, что такое либеральная и рестриктивная инфузия, к сожалению, есть колоссальные расхождения, которые иногда даже ставят в тупик. Вот на этой маленькой табличке можно видеть, что одни и те же величины фигурируют в разделе либеральной и рестриктивной инфузии. Когда читаем литературу, приходится с этим считаться и смотреть конкретно. Очень интересное исследование «Релив» было опубликовано два года тому назад. Его ждали многие специалисты, результатов этого исследования, поскольку в большой абдоминальной хирургии на высоком методическом уровне сравнивали либеральный и рестриктивный режимы инфузии. При этом либеральный режим был, в общем-то, не безмерно массивным. Он показан здесь, на этом слайде. А рестриктивный примерно в два раза был по объему меньше, как во время операции, так и после нее, при больших абдоминальных операциях. Результаты некоторых озадачили. Оказалось, что среди больных с повышенным риском осложнений ограничительный режим инфузии не отличался от либерального по частоте выживаемости, но сопровождался более частым повреждением почек. То есть, по-видимому, нужна определенная умеренность. Для того, чтобы ее достичь, уже достаточно давно знаменитый американский интенсивист Пол Марик предложил у тяжелых больных использовать измерение сердечного выброса, мониторинг сердечного выброса, для того, чтобы по нему ориентироваться в объеме необходимой и достаточной инфузии. Все прекрасно. Это золотой стандарт. Но через пищеводная эхокардиография, которая сейчас считается вот этим золотым стандартом, при всех своих достоинствах она, к сожалению, очень дорогая и требует специальных навыков. Насколько помогает малоинвазивный гемодинамический мониторинг с этой целью, он развивается все шире и приборы, разумеется, совершенствуются. Но стоит обратить внимание на одно очень наглядное исследование, которое было проведено несколько лет тому назад европейскими авторами, где посмотрели точность измерений у пациентов в трех вариантах малоинвазивного мониторинга. И оказалось, что ошибка измерений достаточно высока. И более того, если у больного низкое периферическое сопротивление, которое мы уже сегодня упоминали, то ошибка возрастает до 50%. И даже при лучшем, наиболее точном методе, который мы знаем, как метод ПИКХа, транспульмональный, ошибка достигает 25-26%. Конечно, техника совершенствуется, методики совершенствуются, но это все нужно тоже принимать во внимание. Еще методики современные, вариации пульсового давления и ударного объема. Вот здесь показано, как это выглядит с патофизиологической точки зрения. очень хорошо. И в нашей клинике у нас есть на ряде наших наркозных аппаратов мониторы, где есть эта функция. Но, к сожалению, есть много ограничений. Искусственная вентиляция легких необходима для того, чтобы реализовывать этот мониторинг. Дыхательный объем должен быть на пределе допустимого по современным представлениям, то есть не менее 8 мл на килограмм массы тела. Нельзя, чтобы было по ДКВ и аритмии тоже сводят на нет этот метод. Так что остается клиника сопоставления известных клинических данных и разумная опора на имеющиеся доступные методы мониторинга объективного. Что переливать? Растворов может быть и не так много, но и не так мало. И вот здесь тоже допускают, к сожалению, ошибки. Хочу обратить ваше внимание на то, что в современной литературе и в том числе в лучших руководствах современных и методических рекомендациях везде в один голос говорится о том, что следует использовать сбалансированные солевые растворы как основу переоперационной терапии и реанимации. В том числе, вот в качестве примера привожу совместные рекомендации общества ускоренной послеоперационной реабилитации европейского и европейского общества таракальных хирургов это для хирургии легких 2018 год. Цитата. Так же, как и в других программах ускоренной послеоперационной реабилитации в настоящее время сбалансированные кристаллоиды считаются инфузионными растворами выбора в отличие от 0,9% поваренной соли. Хочу обратить ваше внимание тех, кто читает литературу на эту тему о том, что много стало публикаций, где проводят знак равенства между растворами сбалансированными и так называемыми буферированными. Это принципиально неверно, потому что для того, чтобы раствор был сбалансированным, должно быть соблюдено три условия. Там действительно всегда должен быть так называемый носитель резервной щелочности, то есть органическое вещество, которое после переливания больному метаболизируется достаточно быстро, и раствору придают буферные свойства образования гидрокарбонатного иона. Это условие необходимое, но недостаточное, чтобы раствор считался сбалансированным, то есть наиболее индифферентным. Он еще обязательно должен быть изотоничным плазмой крови, и он должен содержать набор электролитов, максимально приближенный к составу плазмы крови. При этом следует учитывать, что чисто физико-химической точке зрения по-видимому нельзя создать идеально сбалансированные растворы, но можно создать, и они есть, и есть в России, которые достаточно близко приближены к идеалу. Давайте посмотрим на некоторые, которые носят гордые названия сбалансированных. в России не очень, а в западных странах очень широко распространен рингер-локтат или раствор Хартмана, он дешев, и поэтому широко доступен, но у него инвиво, то есть после вливания в кровь пациента, его исходная невысокая осмолярность, инвиво может быть измерена, и она вот такая 254 миллиосмоля на килограмм, что очень мало, то есть раствор резко гипотоничен, а соответственно опасен при угрозе отека мозга, в нейрохирургии и у маленьких детей до 4-х летнего возраста. Еще один раствор, он как раз из самых дорогих полиэлектролитных растворов полазмолит 148, тоже распространен западных странах, он обладает исходно высокой выраженной щелочностью, избыточной, поэтому он не может считаться индифферентным и годиться всем пациентам, и осмолярность у него несколько ниже, хоть и не так драматически, как у рингерлактата. Мы в нашей клинике уже в течение почти 10 лет используем в качестве основного инфузионного раствора изотонический стерофундин, потому что он наиболее приближен к определению раствора истинно сбалансированного, его в частности осмоляльность соответствует норме, и у него нет, он практически нейтральный раствор исходно, но с выраженной буферной способностью, поэтому годится для всех категорий пациента. К сожалению, хоть и уже навязло в зубах у многих, это проблема широкого использования так называемого физиологического раствора, да впрочем, еще и раствора вингера. Ну, как можно считать индифферентным раствор, которым избыток натрия, большой избыток в полтора раза хлоридов, и вообще всего два электролита. Надо сказать, что это совсем не безобидная история, и такие известнейшие специалисты в мире интенсивной терапии, как Жан-Луи Винсан и Даниэль Дебейкер, не так давно опубликовали очень интересную работу, где показали, вот здесь на схеме это видно, но я из-за экономии времени схему комментировать не стану, там видно, что сравнение сбалансированных растворов с физраствором вообще с их точки зрения не имеет смысла из-за очевидности результата. В этой же работе они пишут дословно, что существует очень мало показаний для повторных вливаний физраствора, то есть 0,9% хлористого натрия, это метаболический алкалоз и гипонатриемия, а назначение физраствора должно быть ограничено одним литром в сутки во избежании развития осложнений, в частности так называемого гиперхлоримического ацидоза, который развивается подспудно, у него нет патагномоничных симптомов, а на самом деле воздействовать избыточное количество хлоридов может на очень многие важные механизмы и касающиеся функции почек и касающиеся сосудистого тонуса и гастроэнтеральной системы и поэтому об этом нужно помнить это нужно знать так не могу не обратить внимание коллег на то, что часть из наших цеха врачей путает сбалансированные и палиеные растворы а это вовсе не одно и то же и вот в качестве примера показаны как могут отличаться между собой живые существа так и подобные растворы схемку небольшую из которых табличку вернее я составил для простоты восприятия посмотрите пожалуйста как вот эти довольно известные и недорогие растворы которые многие переливают принимая их за сбалансированные растворы и путая между собой насколько они отличаются по содержанию натрия калия и даже по теоретической осмолярности эти растворы никоим образом не относятся к базовым индифферентным некоторые из них резко гипотоничны и кроме того с очень высоким содержанием калия поэтому эти растворы были созданы как корригирующие растворы для борьбы с последствиями тяжелых гастроэнтеритов использовать их нужно только по назначению и для того чтобы избежать нежелательных а иногда и даже фатальных последствий все-таки переливать значимое количество этих растворов следует только под лабораторным контролем теперь немного о коллоидах не случайно здесь эфигеров фигурирует уважайте гликокаликс или хотя бы знайте что он существует дело в том что коллоид ведет себя как коллоид только когда гликокаликс интактен а пациент действительно нуждается в увеличении объема циркулирующей крови гиперволемия гиперинфузии разрушают гликокаликс и позволяют коллоидам мигрировать из внутрисосудистого постранства в интерстиции со всеми вытекающими последствиями с развитием тяжелого трудно купируемого отечного синдрома поэтому никогда нельзя переливать любые коллоидные плазмозаменители на всякий случай действительно при гиповолемии мы можем наблюдать стопроцентное увеличение объема циркулирующей крови и достаточно быстро приливании коллоидных плазмозаменителей но вот при норме и даже даже при норме волемии не говоря уже при гиперволемии эффект всего лишь на 40% это измеряли специально исследования и 60% они никуда не исчезают они уходят в интерстициальное пространство по тому механизму о котором мы только что говорили через повреждение гликокаликса и формируют тяжелый трудно купируемый отечный синдром поэтому для них должно быть строгое показание кроме всего прочего мы должны учитывать что препараты гидроксиэтил крахмала вроде бы об этом должны знать уже все хотя опыт показывает что распоряжение наших нормативных инстанций нередко игнорируется в России разрешены гидроксиэтил крахмалы только для лечения острой кровопотери причем если применение растворов кристаллоидов недостаточно то есть не просто так а вот сначала лечите кристаллоидами эффекта нет тогда применяйте гидроксиэтил крахмалы но если вы применили гидроксиэтил крахмалы федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения роздравнадзор ставит условия потом вы обязаны в течение трех месяцев контролировать у этих пациентов диурез и уровень креатинина правда там не сказано как это реализовать на практике массово в течение трех месяцев так что догадывайтесь сами те кто хочет пользоваться гидроксиэтил крахмалами по этому единственному показанию точно знаю что ряд наших коллег узнав о такой ситуации с гидроксиэтил крахмалами которые были очень популярны практики и мы пользовались нашей клинике разумеется ими тоже вспомнили о существовании декстранов тем более что нет никаких формальных запретов есть некоторые ограничения которые фигурируют в аннотации да они еще и дешевые но при этом если вы собираетесь использовать декстраны не забудьте пожалуйста о том что никуда не исчезла нефротоксичность свойственная этим препаратам гипокоагуляционные свойства при вливании даже не очень больших объемов декстранов особенно если речь пойдет о реополиглюкине и высокая аллергенность за рубежом там где еще они разрешены таких стран очень немного требуют в обязательном порядке сначала приводить десенсибилизацию так называемым гоптенд декстраном 1% которого в России никогда не было и нет есть еще растворы желатина на самом деле на рынке медицинских препаратов российских есть только один сейчас препарат гелофузин это субцинилированный модифицированный желатин 4% которым мы широко пользуемся достаточно в нашей клинике в течение многих лет с 13-го года когда стали проблемы возникли с педроксветил крахмалами при этом обязан напомнить вам что хотя растворы желатина которые существовали раньше или существуют где-то за рубежом делают из похожего сырья свойства их значительно отличаются в зависимости от способа обработки поэтому их высокая аллергенность которая присуща некоторым препаратам совсем редко встречается препаратов более современных также и волимическая эффективность варьирует поэтому гилофузин используем достаточно эффективно но с построгим показаниям как соответствует правилам работы с коллоидами о которых мы говорили ну и позвольте подвести краткий итог более 20 лет назад национальный аудит британский переоперационной смертности показал в качестве одного из выводов о том что неадекватная инфузионная терапия приводит к значительному утяжелению больных и росту летальности к сожалению это так что можно рекомендовать по объему инфузий оптимально стремиться к нулевому балансу к концу неосложненной операции следует ожидать и спокойно воспринимать послеоперационную аллигурию поскольку диурез не отражает общий жидкостный статус организма другое дело что за этими больными надо наблюдать и динамически следить что происходит а аллигурия в первые сутки это в общем-то вполне фотофизиологически обоснованное явление поэтому не нужно стремиться во что бы то ни стало изгонять жидкость из организма немедленно что касается состава инфузий ну здесь необходима фармакоэкономика которая гласит что нужно идти от цены препарата к цене результата к сожалению с фармакоэкономикой в нынешней России плоховато и в общем учитывают в основном только расходы сиюминутные но если нет фармакоэкономики то тогда будут печальные последствия которые здесь приведены в виде известных афоризмов ну и в заключении хочу предложить вам для некоторых я знаю это просто очень нужно чтобы добиваться правильных закупок в своем лечебном учреждении на методические рекомендации которые созданы под эгидой федерации анестезиологов и реаниматологов России которые кстати организовала как мы с вами знаем нынешний форум эти рекомендации по переоперационной инфузионной терапии у взрослых пациентов есть на сайте Минздрава России вот по тому адресу который здесь указан спасибо за спасибо спасибо